Конечно, сложно будет сразу с первого года, вот я знаю, что вот сейчас те, которые слушают, первый раз пытаются поститься, да? Первый раз, когда ты собираешься поститься, трудно будет вот прямо вот то, что я перечислил, да, то, что я сказал, вот все это соблюдать. Я это понимаю. Первый раз всегда бывает трудно, второй раз может тоже трудно, но с годами все легче и легче получается. Поститься, и более того, ты с радостью и с нетерпением ждешь вот этого момента. Это очень важно. И как раз поститься для этого. Это вот самое радостное время, в принципе, вот в нашей жизни году, духовной радости. Потому что у тебя есть возможность тренироваться духовно, ну, современным языком говоря. У тебя есть возможность это сделать. И тут самое главное, не кушать там котлетки или колбаску, да, а как раз попробовать, например, делать что-нибудь духовное. Попробовать меньше гневаться или не гневаться, если это возможно. Попробовать быть более заботливым отношением, приближенным окружающих людей. Попробовать больше, например, читать духовную литературу. Попробовать, например, во время поста, вот с начала до конца читать Новый Завет. И записать все вопросы, которые возникают. Если, например, есть люди, которые не читали ни разу до конца, а таких, я думаю, немало. Вот попробуйте с самого начала, не то, что там не кушать что-нибудь мясное или молочное, попробовать вот каждый день читать внимательно, не то, чтобы как бы для плана, да, а именно вот внимательно читать, начинать с Нового Завета, да, Евангелие, читать, читать и так, чтобы вот к концу поста закончить его полностью. То есть от Евангелия Матфея до Откровения Иоанна, да. И все вопросы записать. Потом эти вопросы можете задать. Мы с удовольствием ответим. Я лично с удовольствием отвечу на все вопросы. Вот это будет как раз задача во время поста, да, попробовать меньше сидеть перед телевизором, меньше бить в социальных сетях компьютеры в том плане, чтобы смотреть что-нибудь развлекающее, какое-то развлекательное. А если и будем в соцсетях или в интернете, то что-нибудь духовное делать. Вот сейчас, в наше время, это более актуально, чем пищевые ограничения. А то можно сидеть, кушать там 2-3 тарелки жареной картошки на растительном масле и смотреть «Дом-2» или просто картинки смотреть, или какие-то тупые ролики в Инстаграме или в Фейсбуке. Да. Это абсолютно не пост. От этого ничего хорошего вы не получите ни для тела, ни для души. Поэтому, если и мы сидим, то сидим для духовного. Если что-то делаем, то делаем во славу Господа. Если мы как-то отдыхаем, попробуем отдыхать.